Так выходим вправо к стере. Чуть назад и пошел наверх. Наверх. Чуть-чуть реки, чуть-чуть. В третьей линии так и идут. Пошла только первая. Прав, конговый первый. Пошел. Чуть-чуть сильно пошел вправо. Всем максимум внимательности, максимум. Вас понял, прием. Я эту сессию хорошо помню. Это было 24 февраля вечером. Мне кажется, она случилась спонтанно, потому что, по-моему, был вариант проведения очередной сессии 25 февраля. Но тут ситуация настолько быстро разворачивалась, что решили собрать депутатов 24 вечером. У меня были сомнения, что это правильно. Сейчас я понимаю, что нужно было проводить эту сессию именно 24 часа. Но сомнения были, и вот почему. Я боялся, что мы, предполагал, что мы не соберем к ворву. Потому что мы не соберем нужного часа депутата. Потому что, ну, вот их нужно как-то вот туда вот, в этот зал сессионный как-то зазвать. Такое опасение было. Конечно, это была очень важная сессия. Мы разговаривали с Алексеем Михайловичем перед ней. И он тогда произнес такую фразу. Ну, вот если не вызаконят, тогда как-то вот будет нездорово. Хотя вариант был. Вариант был силовой. Нужен был результат. Нужна была бумага. Желательно. Очень желательно. Я был снаружи. Я видел количество людей, которые окружали горсовет. И давили на депутатов, чтобы те не проигнорировали волю народа. В принципе, как? Тут все в сравнении познается, конечно. По каким-то причинам, например, в Донецке, в городах Юго-Востока, да, этого не произошло. И такого, то есть, это очень большой плюс для Севастополя и для Крыма, что у нас именно, ну, легитимные на тот момент органы власти приняли решение о независимости и так далее. Вот. То есть на тот момент казалось, что мы их пинками загоняли. То есть там ходили слухи, что депутаты пытались сбегать через заборы. Ну, не знаю, я лично не видел, поэтому вот. И так далее. То есть, ну, по крайней мере, тот факт, что сессия длилась там несколько часов, и депутаты, когда уже фактически в Киеве совершен переворот, зацепились за такую ерунду, как гражданство Алексея Михайловича, и не хотели по этому поводу принимать решение, ну, мне говорит о том, что все-таки они, ну, как сказать, трусик, трусик, боялись. Вот. Так что я думаю, что все-таки там геройства было мало, и если оно было, то у отдельных просто депутатов, которые действительно поддерживали. Ситуация была сложная, потому что, ну, во-первых, почти все депутаты, за исключением редкие, объединились в своем страшном желании как-то избавиться от этого неприятного обстоятельства, от необходимости вообще принимать решение такое. Очень боялись за себя, насколько я как бы понял, по атмосфере в зале. Они объединились в этом. Когда несколько десятков человек объединяются в этом порыве, то противостоять им одному достаточно тяжело. Тем более, что я напрямую не мог отвечать на те вопросы, которые они задавали. Ну, понятно, то есть, и пользовался исключительно тем, что они вели себя очень неорганизованно. И это исключительно, чем я пользовался. Например, то, что они задавали по несколько вопросов одновременно. В итоге я манипулировал, как бы, ситуацией, отвечая на тот вопрос, на который я мог ответить, который был наиболее удобен. И там, ну вот, и вот так 4 часа. То есть, это достаточно сложно было вымытить все-таки какое-то решение. Люди, конечно, ключевая роль здесь, это людей, которые собрались вокруг, потому что все уставали с одной стороны. То есть, никак... То есть, они от меня хотели, чтобы я сказал, что, ну, не надо создавать исполком. Поскольку я никак этого не говорил, а напряжение снаружи нарастало, и уже народ сталкивается, сейчас там добро снесут. Уже люди полезли на деревья с какими-то бутылками. Что у них там в этих бутылках, непонятно. Ну, призрак Майдана еще бродил, боялись, что начнут там забрасывать. Ну, это придумка была. Я не видел людей на деревьях с какими-то бутылками, но страх помог, я думаю, в тот момент очень сильно в принятии решения. Конечно, в счете депутатским корпусом достойно. Там было опасение того, что сейчас Горсовет проголосует не так, что Горсовет не регитимирует севастопольское избрание, избрание Алексея Михайловича. Вот это было важно, потому что, понимаете, одно дело, когда приходит группа людей, объявляет себя кем-то, сама себя, и говорит о том, а мы теперь проголосуем, это одна ситуация. Она очень опасна с точки зрения правового поля. Не то, что опасна, она никакая. А вот когда люди, избранники Севастополя, с перевесом хотя бы в один голос, хотя бы в один голос принимают вот такое решение, это другая ситуация уже. Другая ситуация, принципиально иная. И у меня в тех архивах, которые я сохранил от революции, есть такая папка, она называется «Юридические документы». Там больше ста листов. Там все документы юридические, в том числе эти письма и оригиналы писем, которые Киев направлял в Севастополь по поводу всяких разных событий. Я могу сказать, что там удивительные вещи, например, есть. События 18 марта уже закончились, 21 марта уже закончилось, а там суд рассматривал какие-то вопросы, связанные с Севастополем и связанные с Крымской весной. Ну, о чем мы говорим? Юридическая практика киевская, она была вот такая, а в Севастополе все-таки очень важно было в тот день, 24 февраля, принять решение легитимным образом органам власти. То есть Алексей Михайлович пошел-то на это заседание. Понятно, надо было спасать город. Ну, а наши депутаты, вот этих предыдущих созывов, они в основном думали о том, как спасти себя любимых. Четыре часа ему рассказывали страшные истории, какой он вообще волонтарист, враг царя Отечества, и как он их сейчас придет к тому, что сейчас вообще начнутся, появляться трупы. Люди, севастопольцы, блокировали этот горсовет. И наша управляющая роль, вот вы будете смеяться, состояла в том, именно чтобы не случилось то, о чем они боялись, чтобы народ их просто не порвал. То есть мы координировали этих народ, их нельзя называть толпой, это был нормальный, управляемый, грамотный народ. Вот за что обожаю Севастополь. Вот, который понимал, и там только, по-моему, товарищу Рубанову слегка машину покоцали, ему там что-то бланш поставили, и все. Но я считаю, что это вообще, ему еще очень сильно повезло. Ну, еще должен спасибо сказать Дойникову и еще паре депутатов, что я его не порвал, потому что они там встали, встали живым щитом между им и мной. А всех остальных очень вежливо обратно закидывали в горсоветы, сказали, что пока вы сегодня не отработаете ваши депутатские полномочия, вы просто сюда немножко не выйдете. И даже когда там одной барышне стало плохо, она начала кричать, что сейчас... Вот сейчас будет первый труп, она имела в виду себя. Алексей Михайлович вывел ее к дверям, сказал, ребята, этому человеку плохо, так, нехай она идет домой. Все, она пошла домой спокойно. Даже троллейбусы ходили, то есть движение даже не перекрыто было. То есть люди разделились как бы на два сегмента. Один стоял непосредственно у горсовета, но он закрыт был со всех сторон, чтобы там никто не удрал, потому что пытались. Другая часть стояла со стороны дома правительства, ну, так это какая-то плотная, плотными группами. И даже оставляли проезд для проезжей части. Маленький показатель, в общем, порядка, если хотите. Даже в такой ситуации. Максимум внимательности, максимум. У вас понял, прием.